Аудиокнига записана специально для сайта кинотеатра Охотника. Кастрация лайки. После первой вязки на третьем году, когда еще настолько холодно, что нет мух и пыли, а лайка кобель после зимнего отдыха в хорошем теле, можно его выхолостить. Кастрировать, холостить, следует очень дрочливых, буйного характера или плохого сложения кобелей, которых на племя пускать нельзя, а для охоты употреблять можно. Если кобель очень хорош для охоты, в особенности за крупным зверем, его лучше не холостить, простив ему и дурной характер и плохое сложение. От него можно брать щенят. Чтобы выхолостить сильного кобеля, нужно четыре человека и острый чистый нож. Кобелю крепко, но не туго завязывать морду, чтобы он ни в каком случае не мог искусать людей. Затем валят его на землю, спиной вниз. Два человека держат ему голову и передние лапы, а третий задние лапы и хвост, стараясь, чтобы кобель был неподвижен. Задние лапы кобелю разводить возможно шире, чтобы ясно были видны семенники, яички. Четвертый человек, который может сделать всю операцию, берет в правую руку небольшой острый нож, а левой рукой, указательным и средним пальцами, отягивает яичко кверху так, чтобы кожа на нем сильно натянулась. Потом посредине, вдоль по яичку, разрезают эту кожу на один или полтора пальца, одна-вторая сантиметра, стараясь не разрезать само яичко, а только одну кожу. В прорез немедленно вылезает яичко. Взяв его левой рукой, осторожно вытягивают немного из прореза и затем, перерезав семенные канатики и все, что его прикрепляет, отрезают его напрочь. Так же поступают и с другим яичком. Операцию нужно производить по возможности быстрее, заранее подготовив все так, чтобы ничто не мешало. Отрезав яички, кобелю развязывают морду, отпускают его на волю. Он сам позаботится о чистоте раны и вылежет ее языком. Через месяц он будет вполне здоров и годен для охоты. Сук обычно не холостят. Уход за лайкой. Лайка отличается выдающимся здоровьем. Если она хорошо выкормлена и живет среди свойственной ей обстановки, в тайге и постоянно охотится, она всегда будет здорова. Очень редко она хворает от глистов и рваных ран. От круглых глистов ей можно давать цитварное семя, от ленточных к камалу. Раны, если лайка может их достать языком, ничем не следует лечить. Даже самые страшные большие раны она хорошо сама залечивает. Раны на голове, на носу, груди и спине, в особенности в жаркое время, нужно смазывать мазью из холодного чистого коровьего масла, разведенного лизолем, до густоты сливок. Между прочим, эта мазь полезна самому охотнику практику. Она быстро вылечивает разные раны и ссадины на руках и на ногах. Чтобы сохранить здоровье лайки, нужно строго следить за чистотой и сухостью ее гнезда, чтобы собака всегда была хорошо накормлена и напоена. Старые лайки с пяти лет и дальше очень склонны к ожирению, если их обильно кормить. Поэтому лайку до двух лет нужно кормить до отвала, с двух до пяти, только досыта, не давая ей объедаться, кроме как на охоте при добыче крупного зверя, а с пяти лет и до смерти, держать ее впроголодь. Переулок ядохоты и утром лайки нужно давать гораздо меньше пищи, чем вечером. Если лайка идет на серьезную зверовую охоту, ее переулок ядохоты кормить не следует. Лайка с полным брюхом не может хорошо искать и догонять зверей и птиц. Поить лайок почти не приходится. Они сами находят всюду снег или воду для утоления жажды. При хорошем уходе, даже при постоянной охоте, лайка живет до десяти лет. Но уже с восьми лет ее следует признать старой и не брать на племя от нее щенят, они могут вырасти в слабых собаках. Поэтому рабочий срок лайки равен пяти годам. Первые три года она растет и учится охоте, пять лет работает как мастер своего дела и два-три года, постепенно теряя зрение, слух и зубы превращаются в развалину, а затем умирает. Если сравнить срок службы лайки со сроком службы других домашних животных, лошади, коровы хотя бы то видно, что лайка – животное со скорым износом. Ее срок службы сравнительно очень короток. Хорошие лайки часто нужны охотнику практику больше коня или коровы. Исход один. Надо развести хороших лайок в таком количестве, чтобы, несмотря на их скорый износ, охотники практики не имели бы в них нужды. Правильно воспитывая и обучая лайку, охотник-практик находится все время в общении с ней, и она не может не податься облагораживающему влиянию человека. Но, а ведь часто этот человек сам груб, невежественен и живет кое-как впроголодь тогда как. Сможет ли он хорошо воспитать и обучить лайку? Сможет ли он развести породу этих ценных собак? Конечно нет. И нам кажется, правильный путь к улучшению и разведению лайок-1, оккультурьте хозяина лайки, деревенского охотника, и он оккультурит и разведет лайок. Для осуществления этого нужно посылать в деревню, в тайгу к охотнику практику печатное и живое слово, инструкторов по охоте, книжки и журналы, нужно стараться кооперировать этих охотников в собаководные товарищества, как это уже с успехом сделано агрономами при разведении лошадей и коров. Надо подойти к охотнику практику нашей тайги вплотную, надо помочь ему поднять культурный уровень жизни, помочь развести ему хороших лайк, этих необходимых и верных помощников в его многотрудном и часто рискованном для его жизни промысле. Больше аудиокниг на сайте кинотеатра Охотника. Пожалуйста не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Мы ждем ваши комментарии.